Повестка дня заседания весьма насыщена. Это и подведение итогов работы, и слаженность совместно проведенных мероприятий, рассмотрение проекта к модельному закону о государственной границе и многое другое. Но главным был и остается вопрос обеспечения пограничной безопасности на западном направлении внешних границ. Наверное, поэтому можно говорить о том, что встреча на Брестской земле не случайна. Государственному пограничному комитету в этом году выпала честь организовать нашу встречу. Последний раз мы принимали такой представительный форум в декабре 2010 года. Я рад приветствовать вас в Республике Беларусь, а тем более на этой богатой пограничными традициями Брестской земли. Если задуматься, то получается, что мы с вами находимся на единственном действующем пограничном рубеже на линии от Атлантического до Тихого океана. Больше границ нет ни в ту сторону, ни в другую. Я думаю, что этот факт должен повлиять на создание особой атмосферы нашей встречи. В ходе работы участники заседания проанализировали особенности обстановки, складывающейся на западном участке внешней границы Содружества и тенденции дальнейшего развития. Определили приоритетные направления взаимодействия на ближнесрочную перспективу с учетом новых элементов обстановки. На Брещене со стороны руководителей областной вертикали делается все возможное, чтобы граница функционировала надлежащим образом. Сегодня наша область является не только западными воротами страны, но и таможенного союза. А с 2015 года это будет еще и границей между двумя крупнейшими интеграционными объединениями Евросоюз и Евразийским экономическим союзом. Поэтому вопрос, связанный с обеспечением охраны границ, для нас все излучайно важен. Ведь это имидж страны и гарант успешного политического и экономического сотрудничества в других странах. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы усилия пограничных войск различных государств в решении этих вопросов были объединены. Руководители погранведомств ознакомились также с инфраструктурой системы охраны государственной границы на пограничной заставе Брест имени героя Советского Союза лейтенанта Кижеватова. Завершила практическую часть посещения пункта пропуска Козловичи, где также были показаны образцы технических средств охраны границы. Продолжение следует...